Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна. Меня зовут Аминья. И сейчас мы проживаем в Индии, в городе Мумбаи, со своим супругом и папой Халидом. Привет! Сегодня первый день после свадьбы, когда мы решили выбраться куда-то погулять. Вот он сидит на ветке. В общем, свекровь уже пришла, ребенок пересел туда к ней. И сегодня мы едем немножко прогуляться и едем на пляж. На пляж отдохнуть, посидеть возле водички, тем более свекровь очень давно там не была. Ну и берем, конечно же, вас с нами. А еще я хочу поблагодарить вас за вот это. Спасибо вам огромное. За вашу поддержку, за вашу любовь я вообще не ожидала. Я уже говорила вам неоднократно о том, что когда я начинала свой блог, я вообще не думала о том, что кто-то будет его смотреть, помимо меня и родственников. Поэтому я, конечно, вам бесконечно благодарна. Вам и еще кое-кому. Без него всего этого бы точно не было. Спасибо тебе большое, мой дорогой Халид. Так что всем огромное-огромное спасибо за вашу любовь, за вашу поддержку. Мне бесконечно приятно. Я вас всех очень-очень люблю и обожаю. Спасибо. 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 Кстати, вы помните, я недавно ходила к Шевее, чтобы сшить наконец-то свой наряд. И вот я его получила. Я вам в конце видео покажу его целиком, когда мы приедем домой. Спасибо. За 90 рупий взяли вот такую вот ребенку игрушку. Она очень любит лопатки, вот эти всякие песочки. И мы забыли в машине ее предыдущий набор. В общем, взяли новый и не стали заморачивать. Сегодня Халид решил на всех на нас заказать водопау. Это что-то с картошкой и с какой-то булочкой. Решил заказать лук в кляре, я помню, я вам показывала. И еще что-то. Хальда мама тоже это очень любит. В общем, мы сегодня решили всю семью немножко порадовать и вот такой вот гадостью потравить, как говорит мой папа. Навит, кстати, тоже хочет быть блогером. И он старается, и я его всегда поддерживаю, говорю, снимай. И вот это вот водопау. Как-то там Навит мне помогал, вроде как со светом. И свет ушел. Навит, can you please put the light, light, light. Вот, это, в общем, водопау. Ну, картошечка в кляре, грубо говоря, вот с таким вот хлебом. Я и вот еще раз вам показывала, обычная булочка, грубо говоря, безвкусная. Вот, но я не добавляю никакие чайки, чтобы не волноваться по поводу туалета. Самое мое любимое на пляже, это, конечно, вот такая кукуруза. Здесь, видите, вон масало сверху насыпали. В общем, вот это мое самое любимое. Тысячу раз спросила у Халиды мамы, нравится ли ей. И все, ощущение, будто бы я здесь повар, и для меня это очень важно. На самом деле, да, потому что это наши любимые стали до места, поэтому сегодня вот решили и угостить маму. Поэтому для меня важно понимать, вкусно ли ей тоже. И, конечно же, чай. Вы смотрите, да, она размер кружечки. Но вот то, что поделаешь. Это самое большое, что нам принесли. Но чай очень вкусный. Вот это вы сейчас видите, такое самодельное мороженое. Молодой человек берет из огромного пуска льда, измельчает его, дробит, и получается такая жижа холодная, ледяная. Он добавляет это все дело в кружечку. Кроме этого, туда же добавляются какие-то различные сиропы, немножко соды и выжатый лимон. И дети вот таким вот образом, они не грызут лед, но они высасывают, грубо говоря, вот эту воду с этим лакомством, с этим сиропом. И получается очень вкусно. Наверное, народу у него очень много, но мы не пробовали. Пока не рискнули. Субтитры делал DimaToran. Субтитры делал DimaToran. И вот мой первый костюм, который вы видели. мы со свекрови купали весь и помните кружево вот я хочу на дупад тут также сюда такой же кружева пришить и должно быть красиво вообще я шила его для дома но сегодня вы видели поехала в нем на пляж вот это вторая курта и и мне подарила подруга свекрови вот и конечно то все красиво расшита слушайте с вам поближе покажу но в общем наконец-то они смогли пошить более-менее нормально все равно есть недосчеты мне некоторых местах не очень как бы нравится видите немножко топорщится это из-за того что там очень много лишнего материала да я бы еще чуть-чуть совсем резала бы немножко по бокам бы ушила иначе получается ним небольшой такой прямоугольник в общем посмотрим сюда я говорю два месяца они это все дело шили что-то уже все подустали ждать но так в целом вот красиво с золотыми леггинсами смотрится очень даже и неплохо а вот вышивка это конечно очень красиво ну вот и все друзья как видите мы уже в пижамах ребенок у меня уже уснула и хорошо поэтому всем огромное спасибо за просмотр я надеюсь что вам понравилось наше сегодняшнее видео ставьте лайки если подписывайтесь на мой канал и до новых встреч